Владимир Орлов демонстрирует свежеотремонтированный подъезд. Жильцы дома номер 2 по улице Энергетиков просто собрали подписи под обращением к управляющей компании и уже через несколько дней бригада мастеров приступила к работе. Почтовый ящик обещали попозже поменять. Ну, осталось маленькую не доделать. Управляющая компания Коммунащик-Проф в микрорайоне Энергетик работает пятый год на обслуживание 36 многоквартирных домов. В компании работает 61 человек. В штате есть слесари, дворники, плотники, разнорабочие. В общем, все специалисты, без которых невозможно представить деятельность любой управкомпании. Несколько месяцев назад Коммунащик-Проф узнал, что жильцы шести домов решили сменить управкомпанию, но пошли не тем путем. Жители вставили подпись не под сменой управляющей компании, а на ремонт подъезда и другие, на замену детской площадки, все такого. От имени некоторых граждан наш юрист подал иски в суд по доверенности с целью признания протоколов недействительными. Так как они ставили подпись не под сменой управляющей компании. ООО Коммунащик-Проф намерено через суд признать незаконными решения, которые были приняты на заочном голосовании жильцов домов. Тем более, что по данным, которыми располагает руководство управкомпании, уставной капитал энергетиков всего 10 тысяч рублей. При этом у конкурентов нет не только опыта в эксплуатации жилого фонда, но и сотрудников. Ничего нет. У них, по сути, есть арендованный угол в подъезде, и где сидят они втроем на одном стуле. Вот это вся управляющая компания как таковая. Как они хотят обслуживать, просто надо открыть глаза людям и показать реалии. Николай Коробко живет в доме номер 9 по улице энергетиков, жильцы которого как раз решили нанять новую правкомпанию. Он опровергает доводы управкомпании Коммунальщик-Проф о том, что новая организация не готова обслуживать жилой фонд. Подняли такую компанию, что у нас ничего нет, у них ничего нет, значит, чем они будут делать. Аварийный дежурный слесарь есть у нас на аварийный, электрик есть. Управкомпания «Энергетик» начала работать с 1 мая, но обслуживать 6 домов полноценно организация пока не может. Сейчас в бюллетене для голосования жители 6 домов проверяет госжилой инспекции. Обращаться в суд – единственный разумный способ. Больше на данный момент никаких вариантов не осталось. То есть добровольно люди не хотят это отдавать. Власть микрорайона в этой ситуации сохраняет нейтралитет. Здоровой конкуренции нужна. Две управляющие компании. Значит, одна компания будет управляющей перед другой стараться выполнить те или другие работы для жителей микрорайона. Между тем, руководство «Коммунальщик-проф» переживает по поводу того, что в создавшейся ситуации они не смогут добросовестно подготовить дома к зиме. Теплоснабжающие организации составили жесткий график промывки, опрессовки и сдачи тепловых узлов. До конца года надо отремонсировать кровлю, заделать межпанельные швы. «Коммунальщик-проф» советует жителям не принимать скоропалительных решений. Ирина Начарова, Артем Горчаков, 6 канал.